Здравствуйте, Шивотов, Агутевох. У нас, я не очень точно знаю, какой 14-й урок по смыслу заповедей, и мы продолжаем разбирать тему швиита. И у нас будет сегодня урок продолжения того, что было две недели назад, когда мы обсуждали проблему с покупкой, продажей, торговлей пирот швиз, и сказали, что здесь есть, я в двух словах напоминаю, о чем мы говорили раньше, что здесь есть такая проблема, проблема, связанная с деньгами, на которые я покупаю пирот швиз. Проблема заключается в том, что когда я приобретаю в магазине, например, помидор гдушит швиз, то в это время деньги, которые я заплатил за помидор, остающиеся у продавца, становятся тоже гдушим, получают святость седьмого года, и их нельзя использовать ни на что, кроме покупки еды, которая съедается, б, гдушит пирот швиз. Поэтому, соответственно, возникает проблема, что когда человек приходит в магазин и платит за помидоры, даже если он не помидоры, неважно за что, покупает стиральную машину, но ему дают сдачу в магазине, в котором есть много пирот швиз, то в этот момент он покупает, приобретает себе деньги, у которых есть гдушит швиз, он получает их в качестве сдачи, и это влечет за собой многие проблемы. По-моему, мы сказали, я не помню точно просто, что мы говорили, что нет, здесь есть проблема, которая связана с тем, что когда надо опасаться, что деньги, которые я получаю в качестве сдачи, являются деньгами швиза, в случае, если много денег на рынке как бы ходит пирот швиз, или с самого начала швиза, когда в магазине есть немного денег, которые уже, тем не менее, обладают в душе швиз. Мы говорили о том, что это Махлокис Равшлама Залба-Нойрбаха и Минхас Ицкаха, которые говорят о том, что этого надо опасаться только, когда есть какое-то большое количество денег швиза, но если есть немножко, то нам не надо опасаться. И говорили, что есть Халким на это. Сейчас, секундочку. То есть, Равшлама Залба наоборот, я сказал неправильно, что Равшлама Залба и Минхас Ицках говорят, что это Дин Давар-Хашуф, важная вещь, монета – это важная вещь, и в ней не работает битль. Я не помню, говорил ли я на эту тему или нет. В ней не работает битль, а мнение Хазаныша, что в ней работает битль, поэтому мы можем, пока не появилось очень много денег швиза, мы можем опираться на мнение Хазаныша и не бояться этого. Но в тот момент, когда появляется какое-то ощутимое количество денег швиза, через некоторое время это произойдет, то в это время нам будет нужно постараться делать так, чтобы не получать деньги швиза в качестве сдачи, и стандартный способ для этого – расплачиваться и срокартам, чекам, то есть расплачиваться в конце месяца и не получать сдачи в подобных магазинах, где есть много природных швиз. Я, наверное, говорил, не помню точно, о том, что все, что мы говорим сейчас, как избежать денег швиза, это актуально в том случае, если я не нарушаю еще одного запрета, а именно запрета на торговлю пирот швиз. Есть запрет торговать пирот швиз, поскольку сказано, что пирот швиз даны для Ахилы, гайта шаббад и арец лахэм ла Ахила, сказано в Хумаше, будет шаббат земли для вас для еды, но для скуры это запрещено использовать для того, чтобы ей торговать. На самом деле это дроша, не дроша да райса, это не запрет истории, но Рабонан запретили использовать пирот швиз для продажи, наживаться на этом и так далее, и это иср да Рабонан, но, тем не менее, мы должны его опасаться. Таким образом, здесь есть вопрос, кто именно делает Аверу, кто именно делает преступлению, когда он торгует пирот седьмого года, продавец или покупатель? Большая часть, есть поски, которые говорят, что Аверу совершают оба человека, и тот, кто продает, и тот, кто покупает пирот швиз, но большая часть поски считают, что Авера лежит на продавце, исур, махерат пирот швиз, лежит на продавце, а не на покупателе. И тогда покупатель делает только Аверу, которая называется михшол лифнейвер, только в кавычках, препятствие перед слепым, и у него нет Авера, он не торгует пирот швиз, это он не делает, но поскольку из-за него продавец может нарушить эту заповедь, из-за него он её нарушает, то на нём есть запрет лифнейвер, и это тоже запрет, который Тора запрещает. Тем не менее, я не знаю, говорил я это или нет, но когда речь идёт о том, что человек приходит, который придерживается обычая хазаныша и мабита, и приходит в магазин бодаться, для того, чтобы купить там пирот, принадлежащий мне еврею, и по мнению бодаться и шульхоноруха, здесь нет запрета на пирот швиз, соответственно, можно продавать эти пирот швиз, и он покупает это в магазине, то поскольку продавец придерживается разрешённой точки зрения, точки зрения шульхоноруха, ему есть на что опираться, а я, покупая у него в это время, не делаю никакой Аверы, то единственная Авера, которая относится к покупателю, это михшолевный Авер, препятствие перед слепым, и здесь это не является препятствием перед слепым, в том случае, когда тот, кто продаёт, он не является так уж совсем слепым, он опирается на точку зрения шульхоноруха, он имеет полное право продавать, Поэтому покупатель не нарушает в этом смысле никакой заповеди, по мнению, что единственный запрет, который он делает, это запрет михшолевный Авер, по мнению, что запрет на продажу и на покупку лежит на обоих, на пирот швиз, то, по мнению Хазаныша, этот человек тоже этого нельзя делать, но, тем не менее, можно ли смог опираться на тех полским, которые это разрешают? Теперь, если человек купил, сделал Аверу и запрещенным способом купил пирот к душу швиз, не пирот, который запрещает Хазаныш с 7-го года, а пирот, который по всем мнениям является пирот к душу швиз, он сделал запрет на продажу, не то, что он купил то, что было шамурно, ават, то, что обрабатывалось каким-то образом, а он купил пирот к душу швиз, которые, мамаш, запрещены, но запрещено их продавать, по всем мнениям, это к душу швиз, например, для простоты, то в этом случае, если единственная проблема, которая есть, это покупка и продажа, то пирот не запрещается в пище, их можно дальше кушать, и никакой проблемы с едой этих пирот нету. Этого нельзя было сделать, но они не запрещаются. Есть еще один запрет, с которым я не знаю точно, как надо справляться в разных ситуациях по-разному. На этой неделе у меня был вопрос по этому поводу, и я не знал, как мне ответить на этот вопрос. Запрещено продавать пирот швиз, сказано, только если ты продаешь Дерихс Кура. Что такое Дерихс Кура? Когда я продаю так, как обычно продают для того, чтобы нажиться на этом, получить прибыль с этого. Но в случае, если, и это только в случае, когда продается какое-то большое количество пирот швиз, но если я продаю небольшое количество, так как принято людям покупать, когда один раз идут в магазин обычно и покупают небольшое количество для еды, то в этом случае нет запрета на продажу пирот швиз, и в этом случае запрет отсутствует. Я могу это делать совершенно свободно, поэтому принято, когда идешь в магазин, чтобы покупать пирот швиз, то покупать их маленькое количество, так как обычно покупает хозяйка дома, которая приходит в магазин и покупает внутри каждого года, а не с запасом. Есть мнение, что это имеется в виду три дня, три трапезы и так далее. Раф Ильяшев говорил, что столько, сколько обычно покупается в магазине, нет какого-то конкретного ограничения, так как принято покупать пирот и раков на несколько дней. Но если покупает какое-то огромное количество, то это будет нельзя. Окей. Спасибо. Теперь, здесь есть такой момент. Мне позвонили из города Бершева и задали такой вопрос, что женщина, которая звонила, они соблюдали, так они решили, что они соблюдают швиз по мнению Хазаныши. И, соответственно, могут покупать пирот нохри тоже, но покупая пирот нохри, придерживаются точки зрения, что они к душим бы к души в швиз. В Бершеве купить нормального магазина для продажи суперкошерной продукции, в общем, они не нашли. Никто из тех, как я знаком, не нашли. Поэтому распродажи делаются, они ездят в тифрах и раз сколько-то времени покупают на какой-то длительный период. Раз в три недели примерно покупают, сразу же на три недели картошку, морковку они собираются покупать. Те продукты, которые не портятся, хотят покупать сразу на много времени. Прост, который мне был задан, можно это сделать или нет, потому что это выглядит как продажа пирот швиз, поскольку это количество нестандартное, большее, чем обычно покупается. А организовать так, чтобы раз в три дня ездить в тифрах, понятно, что немножко тяжело. Я посоветовался с одним из таких серьёзных рабоньями, мне разрешили, сказали, что это можно делать. Потому что в этой местности принято вот так из соображений кашрута, это называется покупка настолько, сколько обычно покупается. Поскольку в этом месте так обычно покупается из соображений кашрута, это проще, чем ездить туда и обратно. Поэтому можно ли смог, прибавив к этому ещё то мнение, что на самом деле пирот нохри, по мнению Шульхоноруха, не является, вообще не имеет к душу швиз и запрет на продажу только на Махере, а не на Лакехе и так далее. Сейчас мы обсудим с вами, как можно в принципе, чтобы соблюдать к душу швиз, покупать нееврейский пирот. Чуть-чуть позже обсудим. Есть ещё один клал, ещё одно правило при продаже пирот швиза, разрешённым способом. Есть запрет продажи пирот швиз на рынке, так как их продают в течение каждого года, но продавать его надо в доме, где-то в семте, где-то в другом месте, там, где отдельно продаётся пирот швиз, а не какие-то другие пироты, для того, чтобы не совершать продажу пирот швиз. Теперь, здесь есть несколько ограничений, несколько кулот, которые нужно знать. По Хазанышу, по которому я сейчас буду идти в основном сегодня по Хазанышу, по Хазанышу, который говорит, что пирот нохри относится дин к душу швиз, то понятно, что продавая и покупая пирот нохри, человек совершает и сурмахира, продажи, покупка, и сурскую рыбу пирот швиз. Есть несколько возможностей уйти от этого. Стандартный способ, чтобы этого не было, который делается абсолютно всюду, это делается таким образом. Хозяин магазина оформляет шлихут, посланничество, он посылает того, кто привозит пирот в магазин, что тот покупает у какой-то фирмы или покупает прямо у нееврея пирот швиз, покупает не для того, чтобы купить себе, а потом продать в магазин, а он является посланником хозяина магазина, чтобы приобрести для него пирот швиз. То есть он является шалиехом, а не делается таким образом, что я покупаю пирот, а потом продаю Хаиму Рабиновичу, а Хаим Рабинович торгует им уже дальше. Нет, я сразу являюсь посланником Хаима и привожу их для Хаима. В свою очередь покупатель магазина должен оформить такой же бланк, специальные бланки существуют, они есть в магазинах, есть в книгах, их можно найти, но, как правило, в магазинах они существуют. Специальные бланки для оформления шлихута. Когда я оформляю хозяина магазина, я покупатель, оформляю хозяина магазина, чтобы он стал моим посланником, моим шалиехом, приобрести для меня пирот швиз. Таким образом, пирот эти приобретаются у нееврея с самого начала для потребителя. То есть не то, что Рувен купил, продал Шимона, Шимон продал мне, а с самого начала Рувен был моим посланником, чтобы купить для меня эти пирот. И с самого начала, когда он приобрел их у нееврея, он приобрел их для меня, для покупателя, для нескольких покупателей в виде их посланника. И теперь, когда они передаются мне, а я отдаю деньги, нужно, чтобы деньги, которые я оплатил, я оплатил не за то, что он торгует пирот швиз, а деньги я оплачу за ту тирху, за тот труд, который человек вложил в то, что он поехал, привез пирот, взвесил их, сгрузил их и так далее, и так далее. За его работу, а не за то, что он торгует этими плодами. Тогда здесь нет запрета на скорую пирот швиз, поэтому нужно, чтобы тот человек, который хотел вот таким образом соблюдать швиз по Хазанышу, то он должен оформить шлихут в магазине, где торгует пирот швиз, и тогда это будет самым лакотхильным способом всего, что может быть, потому что торговли пирот нету. С самого начала я покупаю через своих посланников, я покупаю и нееврея, пирот, которые им выращены, и здесь нету никакой проблемы, несмотря на то, что в них существует к душе швиз. При этом выигрывается еще одна вещь, можно продавать в том же самом магазине и можно взвешивать пирот швиз, потому что обычно пирот швиз, вот когда будет отцер бейзин, он появится через какое-то время, то когда будет продажа пирот швиз, то делается примерно то же самое. Бейзин является моим шальехом, моим посланником, чтобы взять у хозяина пирот швиз, даже не моим посланником, наоборот, он является посланником хозяина поля, чтобы разделить пирот Гефкера на всех, Потому что хозяин поля должен объявить пирот швей с гефкером. После того, как он это делает, любой человек может прийти и собрать эти пирот и кушать их. Но понятно, что здесь есть некоторый хиссарон. Мы будем говорить о Боцарбейзде, вероятно, в следующий раз. Недостаток, который связан с тем, что мне тяжело ехать куда-нибудь в район Нетании, где есть поля швейсные, объявленные гефкером, для того, чтобы там собирать урожай. Поэтому я более заинтересован, чтобы апельсины из Нетании были привезены мне Боездином. И Боездин разделил здесь эти апельсины. Поскольку Боездин вкладывает в это определенные затраты, им надо нанять рабочих, которые снимут апельсины, им надо нанять шофера и так далее, то все эти затраты должны быть возмещены Боездину. И таким образом получается, что пирот, которые были гефкером, они распределяются между евреями через Боездин. Это называется Оцарбейзде. Потом мы поговорим об этом более подробно. Шлихус, который оформляется для того, чтобы приобрести у нееврея, о чем мы говорим сейчас, это очень похоже, немножко другое ньян, но очень похоже. Если там Боездин выступает в качестве посланника хозяина поля, то здесь продавец выступает и поставщик поступает в качестве моих шлихи, моих посланника, чтобы приобрести у нееврея это, и я должен оплатить им их затраты на труд, транспортные расходы, на бензин и так далее, все, что необходимо для того, чтобы они были доставлены и распределены между людьми. В этом случае нет запрета на взвешивание, потому что к этому моменту уже взвешиваются мои плоды, они мне уже принадлежат. Возвешиваются не с целью продажи, а с целью распределения. С Оцарбейзде делается иначе. Оцарбейзде обычно примерно на глаз определяется вес, цена и так далее, и именно на глаз распределяется, а не распределяется строго по цене, как это делается в спиротнохре. Но и то, и другое можно делать, и это то, что мы пока выяснили. Окей, секундочку. Обычный пиротшвиз, не пиротнохре, который покупается через шлихут, через посланничество, их нельзя взвешивать и ими нельзя измерять. Но запрет этот относится именно к продаже через измерение взвешивания. Не продажа, а просто взвешивать пирот можно. Поэтому после того, как пиротшвиз купленный и находится у меня дома, то хозяйка для того, чтобы, я не знаю, что-нибудь сделать, ей нужно точно по рецепту положить ровно 261,5 грамм чего-то куда-то, то она вполне может это взвешивать на аналитических весах для того, чтобы правильно приготовить то, что ей нужно приготовить. В этом никакой проблемы нет, здесь нет без айон пиротшвиз. То есть не именно взвешивание является пренебрежением к плодам швиза, а то, что я продаю на вес, является частью схуры продажи пиротшвиз, которая является запрещенной деланием сделки по этому поводу. Запрещено не только продавать пиротшвиз, есть ещё отдельный запрет, мы потом поговорим про ханукальные свечи, сейчас мы о них не говорим. Но, например, шемензайт, которое сделано, оливковое масло, которое сделано из оливок швиза, его нельзя использовать для зажигания свечей, для освещения, потому что это то, что служит для ахиллы, для еды, и то, что служит для еды, для заправления салатов, жарки, варки и так далее, его нельзя использовать ни на какие другие нужды, поэтому зажигать свечки из оливкового масла нельзя. Про ханукальные свечки мы поговорим чуть-чуть позже. Поэтому на деньги к душе швиз нельзя покупать вещи, которые не служат для еды. Поэтому мы обсуждали, что покупая что-то в магазине и получая сдачу, в магазине, где есть довольно много продуктов седьмого года, я почти наверняка получаю часть сдачи, а то и всю сдачу, деньгами, на которых находится святость седьмого года. На эти деньги я могу купить только продукты еды, и не могу купить ничто другое, что не идёт для еды. Я не могу на них купить стиральный порошок, я не знаю, что ещё бывает. Вот такие вот вещи нельзя купить на деньги швиза. Поэтому общий совет, я не знаю, давал ли я в тот раз его или нет, что если у меня оказались продукты швиза, деньги швиза у меня дома, то я могу вечером просто взять лихолель, все деньги швиза, которые у меня есть, охулить их, вывести их в хулин, на полстакана молока, выпить эти полстакана молока тут же, для того, чтобы не было проблем и не было ошибки уже на 100%. И тогда этими деньгами можно пользоваться для любых нужд. Следующий вопрос, который возникает, можно или нельзя платить долги плодами седьмого года. Что это значит? Что, например, я нанял работника на работу, он мне отработал полдня, я должен ему заплатить такую-то сумму денег. Я могу ему заплатить, например, он был нанят на сбор апельсинов, я могу ему заплатить этими же апельсинами, и он согласен принять это. У него тоже есть много апельсинов, и он хочет взять апельсины и продавать их вместе. Перот к душе швиз я не могу оплатить свои долги с помощью плодов седьмого года. И даже в том случае, если тот, кто принимает их в качестве оплаты, в качестве долга, будет есть их, бэк душит швиз, это тоже будет запрещено делать. Возникает такой вопрос, вопрос, который встречается очень часто. Живет какой-то дом, в котором много соседей, и вот приходит тетя, не знаю, как ее зовут, Хая, к тете Даши и говорит, что у меня кончились огурцы. Можешь ли ты мне одолжить два огурца срочно для салата? Ей одолжаются огурцы с кованой, что она заплатит обратно, вернет огурцы, понятно, что к душе швиз, потому что других огурцов нету. Я привожу какой-то пример такой. Можно ли это сделать, то есть сделать так, что я заранее одалживаю огурцы при условии, что вернут их мне огурцами к душе швиз, или я не могу это делать, потому что здесь будет выплата долга плодами к душе швиз. Тем не менее, это можно делать, потому что изначально было поставлено это условие, и это как бы обмен, а не выплата долга. Поэтому это можно сделать лакатхила. И даже если это условие не поставлено, как бы не оформлено словами, а просто ты не одолжишь мне два огурца, да, пожалуйста, бери, то понятно, что хозяйка одна другой, когда дает огурцы, то она не имеет в виду, что ее вернут деньгами, а имеет в виду, что ее вернут огурцами, поэтому никакой проблемы нет, это можно сделать изначально. Сдока. Можно ли давать сдоку пирот швиз? То есть, если у человека есть какая-то сдока, которую он хочет дать, может ли он дать эту сдоку, используя пирот швиз? Ма-сэр, который он обязан дать какое-то количество сдока и дает каждый месяц, он не может выплатить плодами пирот швиз, потому что это выплата своего долга плодами седьмого года. Но если он уже выплатил всю свою сдоку, ту, которую он обычно дает, и сейчас он встретил бедного человека, и он хочет его угостить как бы пирот швиз, дать, то он имеет право это делать, это не называется выплата долгов плодами седьмого года, поэтому он может сделать лакатхила, но обязательно надо сказать, что он дает пирот к душе швиз, для того, чтобы человек знал, как с ними обращаться, как их кушать. И можно дать дополнительную сдоку, не ма-сэр, а дополнительную сдоку, тоже можно дать деньгами к душе швиз, предупредив, что это деньги к душе швиз. Я не знаю, зачем это делать, их можно лихо ловить вполне, но тем не менее это можно делать. И также можно не только сдоку, но просто так, если я хочу кого-то угостить, я имею право дать в подарок пирот к душе швиз, но надо предупредить, что это пирот к душе швиз, поскольку иначе я могу сделать препятствие перед человеком тем, что он не выкинет их в пах швиз, не положит два мешочка и не сделает всё то, о чём мы говорили две недели назад. Есть махлоки с поским. Можно или нельзя зажигать ханукию, ханукальный подсвечник, можно или нельзя зажигать маслом из к душе швиз. С одной стороны, масло швизное служит для ахиллы, а не для каких-то других вещей. И каждый раз, когда я то, что служит для ахиллы, использую для того, чтобы сжигать, то я истребляю просто, беру и истребляю руками к душе пирот швиз, и этого нельзя делать. И поскольку запрещено получать гану от ханукальной свечи, то получается, что я просто мивотель пирот швиз из того, чтобы пользоваться им лет сорок. Так пишет Ридбас и ещё некоторые поски. Есть поскам, которые говорят, что это можно делать, поскольку это гана, который получает человек, который заключается в том, что он мифарсэм сообщает о чуде, которое было в хануке, и посредством зажигания этих свечей, то это гану, которое он получает, удовольствие, которое он получает в пирот швиз. И так, посак Шеведгалеве, Равшлома Залма Нойрбах, то есть Раввознер и Равшлома Залма считают, что это можно делать, Ридбас считает, что это нельзя сделать. Поэтому, в общем и целом, можно было бы лыгакель, но Шеведгалеве, после того, как написал свою чуу на эту тему, он оканчивает словами, «Шехиван, шеак, дойлим, ехмируен, рационолы, лыгакель, намасэ». Поскольку к дойлим, махмирят в этом, то я не хотел бы лыгакель, намасэ. То есть, не свора, и по логике, с доказательствами, он халэк на это, он хочет сказать, что есть большая свора, большой цит, разрешить это делать, но он не хочет лыгакель против тех дойлим, которые это запрещают. Поэтому, минрак обычный, лыгатхила не зажигать на хануку масла к душе швиз, но, если невозможно достать другого масла, то это вполне можно сделать. Понятно. Следующий махлокис, который возникает с пирот швиз, и мы, в общем, закругляемся с этой темой, это можно или нельзя посылать в пури мишлухейманот и с пирот швиз. Почему возникает вопрос? Потому что мишлухманот, посылание этих подарков, которые делаются в пури, это хиюв, яхаяв заплатить, яхаяв их послать. А выполнять хиюв, выплачивать свои, тхоевует свои обязанности с помощью пирот швиз, вроде бы как запрещено. Поэтому есть поскин, которые говорят, что это нельзя делать. Например, шмитное вино нельзя посылать в пури, поскольку он тем самым выполняет свои хиювы. Есть те, которые разрешают это делать, говоря, что есть разные объяснения. Потому что одно из объяснений состоит в том, что обычно мы хотим послать один мишлух, состоящий из двух манот, а посылаем значительно больше и значительно большего количества. Поэтому мы уже выполнили свои обязанности, а всё остальное, что мы делаем, это просто подарки. Поэтому есть те, кто разрешает, есть те, кто разрешает даже основные мишлухманот тоже посылать из этого. Но даже они, которые разрешают это делать, ставят определённые условия, а именно, чтобы сообщили тому, кто принимает подарок, что он получает подарок к душе швиз, потому что понятно, что иначе он будет левазот пирот швиз, и этого делать нехорошо. Тем не менее, правильно изначально не посылать пирот к душе швиз в мишлухманот, из-за нескольких тамим, как мы уже обсуждали. В общем, с темой с хура бы пирот швиз и деньги швиз мы более или менее закончили. Вопросов я вижу, что не задают мне последнее время, так что двинусь дальше. Ещё одна тема, которую нужно здесь разобрать, это тема такая. Существует обязанность любого хозяина сделать пирот швиз, которые у меня вырастают, я должен их объявить гефкером. Они должны быть ничьим. То есть, Тора запретила мне их лишмор, их охранять, и Тора, Тора это или медарабонан, это от шейла, но тем не менее, пирот швиз, которые шамурим, которые были сохранены и не объявлены гефкером, есть большой вопрос, можно их кушать или нельзя их кушать, разрешены они или не разрешены. То есть, прежде всего, есть смысл на хозяев объявить их гефкером. Если они не объявили гефкером, то начинается проблема. Если человек не гефкер-поля, но охранял его, то есть махлоки с решением первых комментаторов. Раша, Рамбан и Рамбом говорят, что эти пироты разрешаются в пищу, несмотря на то, что с ними произошли определённые объявления, то есть, они были, это называется шамур, есть шамур на ават, начнём с шамура, что эти пироты были шамурим, поскольку они не объявлены гефкером. Более того, не только не объявлены гефкером, но там стоял забор, и с надписью «Осторожно, злая собака», и туда нельзя было попасть, никто не мог их снять, то даже в этом случае, несмотря на это, тем не менее, эти пироты разрешены в еду, по мнению Раша, Рамбана и Рамбома. Робейну Тамба, Аля Меор, ещё есть некоторые решением, говорят, что они запрещены в пищу, как ему, так и другим. То есть, это к нас, которые к концу рабонан, рабон, да, это медорабонан, медорайс и вода не разрешены в пищу, но медорабонан они будут запрещены в пищу, и для самого человека, который нарушил эту заповедь и сделал их шамур, и для остальных людей они тоже будут запрещены. Соответственно, этот махлокис решение будет иметь большую навкумину ладина. Какую? Если сегодня человек, который не полагается на гетер-мехира, который существует, случайно или специально, покупает плоды, на которых стоит векшир-рабануд, ветер-мехира, и он покупает у него в доме, оказывается, эти плоды, или он приходит в гости к другому человеку, или другой человек к нему приходит в гости и подарил ему бутылку этого вина, или принос отличный, хороший, вкусный помидор, который состоял исключительно из ветра махира. Теперь шейла, можно ли ему это есть? Покупать ему это нельзя, это понятно. Теперь вопрос, если ему дают это. Можно ему есть это или нельзя есть? Поскольку человек, который самах на гетер-мехира, а мы уже долго говорили на эту тему, мы не будем сейчас возвращаться и обсуждать, почему, но ровпоскин считает, что здесь нет никакого гетера, тем более, в любом случае, это поле как бы, поскольку мехира была чисто номинальной, ибо паштос ее не было на самом деле, то в этой ситуации это еврейское поле, которое охранялось швийц и не объявлялось гефкером швийц. Теперь на этом поле выросли плоды. У этих плодов первая проблема, которая касается этих плодов, это шамур. Можно или нельзя есть митцар-шамур. По раше, рамбану и рамбаму это можно есть, никакой проблемы в еде нет. А вейра была, кушать можно. По мнению рабейна Тама и балями ора, кушать их нельзя. Поскольку это махлоки с постким, то здесь возникает частый вопрос, а куда крестьяне нападаться, что теперь нам делать. Ора га шулькан гаотит, ора га шулькан рафа пштейн. Это книга, которая составлена, такой шулькан орах, включая, он написал несколько разделов, которые назвал шулькан орах гаотит, которые связаны с Тогород, с Зираем, с теми трактатами, которые не вошли в обычных шулькан орах, и которые входят либо в будущем, либо даже сегодня на Зираем уже имеют отношение к делу. Он написал, что тот, кто хочет ли смох альда от макелин, влахла эйн махин бейдо. Тот, кто хочет опираться на тех, кто облегчает и разрешает кушать, не мешает им это делать. То есть, не то, что он написал, что это можно изначально делать. Он написал, что те, кто хотят это делать, им есть на что ли смох, им есть на что опираться, поэтому мы не должны им мешать. То есть, фактически, он разрешил есть для того, кто считает, что это можно делать. Эйн махин бейдо, это достаточно, не то, что надо для катхилы именно эти плоды искать, нет, вода, и что нет. Но если они попались, и кто-то хочет это делать, то мы с вами не должны им мешать. В Хазаныши есть противоречия. В Хазаныши в одном месте в Аллахот Швейс написал, что Шамур асур бы ахила, Шамур запрещен в пище, в другом месте тоже в Швейсе, только не в Симании Алиф, а в Симании Ют. Он написал, что Шамур бы диавит мутар лахила. В Хазаныши есть противоречия. Стайплер задал ему вопрос по поводу этого противоречия. Стайплер, это книга Кагелат и Аков. И он спросил, почему в одном месте написано так, в другом так. Хазаныши сказал, что я и хотел, чтобы было противоречия, чтобы было непонятно, что с этим делать. Так понял Стайплер его слова, так он пишет. Почему я хотел? То есть Кинере, так Стайплер понял, что Кинере в каком-то конкретном случае, Бешаде, Эдхак и так далее, в трудный час, когда что-то такое произошло, Хазаныш разрешил это делать, но написал, что лыкатхилы изначально мы не должны, ли смог, мы не должны опираться на то, что Шамур разрешен. То есть, в принципе, можно в определенных ситуациях считать, как Раша, Рамбан и Рамбом, но нельзя полностью не опасаться мнения Робейна там, поэтому это зависит от конкретных ситуаций, и Псак Хазаныша нечеткий, непонятный, и Хазаныш специально хотел, чтобы так произошло, как считает Стайплер. Теперь, Лыгалоха. Очень трудно сказать, что это Лыгалоха. Рахашулька написал, что мы не мешаем тем, кто хочет Лыгакель. Хазаныш, некая противоречия в САКе, но после того, как это противоречие есть, безусловно, тоже нельзя запретить кому-то Лыгакель, поскольку есть Хазаныш, который запрещает, но есть Хазаныш, который разрешает. поэтому мы не можем мешать людям, которые это хотят делать. По мнению Макельм, по мнению тех, которые разрешают это делать, это только в случае, если он получил эти пирот даром. То есть, если он получил либо в подарок, либо его угостили. Но покупать даже Хакофой каким-то способом, когда я не плачу деньги, я даю чек или вместе с другими пирот и так далее, за водой Асур, потому что Хахомин сделали к нас на пирот, которыми Шамарим запретили их покупать. То есть, пойти в ресторан, где торгуют пирот Швейсом и закусить ими, это нельзя сделать, потому что тогда я покупаю эти пироты. Даже если я покупаю бы Хакофа, то это Асур, потому что на покупку этих пирот вода есть запрет. Запрета нету на несколько ситуаций, есть или нету, вопрос Махлоки с решением, о котором мы говорим, на несколько ситуаций, а именно на ситуации, когда я купил по ошибке случайно, такое бывает. Бывает, что особенно в следующем году будут бутылки с вином Оцербейзин и бутылки с вином с обычной этикеткой Кармеля, которые будут очень похожи. И где-то мелкими буквами будет записано Альидей Гетер Мехира, через Гетер Мехира. И ошибиться здесь очень легко, я много-много раз слышал, как люди ошибались. Кроме этого, стандартная ситуация, когда кто-то приходит домой ко мне и дарит чего-то такое, чего я совершенно не планировал даже близко купить, например, ту же бутылку вина, и сразу же при его приходе или сразу после его ухода не имеет никакого значения. Я обнаружил, что там маленькими буквами написано Гетер Мехира. И, соответственно, у меня стоит вопрос, что теперь с этим делать. Вот об этом существуют махлоки с Раша с одной стороны, Раша Рамбана и Рамбама, с одной стороны Рабейна Там и Бальмор, с другой стороны. Истер Абхазаныши, и мнение Шурханора Графа, что не надо мешать человеку, который это пьет, об этом существует мнение, что можно лыгаки. Но разрешить покупать пирот или кушать их в ресторане или покупать в магазине, такого мнения я не встречал. Я не могу сказать, что его нету, но я его не встречал. Окей. Рафхайм Каневский пишет еще одну вещь, что то, что нам запретили эти пирот, пирот, которые пирот, которые были шмурим, которые не объявлены в Эхкер, эти пирот, даже те, кто запрещает, их запрещает для ахиллы и для ганаали, еды и килу, и для, я не знаю, смазывать, сделать из них какие-то притирания, благовония и смазывать и так далее. Но обычное гано от них не запрещено. Я не знаю, какая еще может быть гано от пирот, украсить ими что-нибудь в квартире. Это не запрещено. То есть запрещено не гано, а только еда и подобные идеи использования. Все, что мы говорили, это про еврейские плоды. Но плоды, которые выросли у нееврея, о них мы не говорили, там вода и нету и сурошамуль, потому что нееврей имеет полное право и не должен объявлять пирот к душу швиз, он не должен объявлять, что они гефкер, и более того, он имеет полное право лыкатхилы, их лишмор, и никакой проблемы у него нету. Поэтому все это касается пирот еврейских, пирот нохри, этого не касается даже по мнению Хазаныша, Мобита и так далее. Это первая проблема, которая с ними встречается. Вторая проблема, которая с ними может встретиться, это проблема наават. Наават от слова лавот, работать. Пирот, которые выросли в седьмой год, и они были, карково обрабатывалось, то есть, там пахали, сеяли, жали, делали одну из работ, которые запрещены в швейцах, о которых мы говорили в начале уроков по швейцу, то мнение Райведа и Робейна Шимшина, что они запрещены в пищу мидарайса. Это запрет Торы, что их нельзя есть. Рамбан считает, что они запрещены в пищу, но мидарабонан. И Рамбан считает, что они вообще не запрещены, что их можно есть в лакатхилу, и никакой проблемы нет. Но даже по Рамбану их нельзя покупать, потому что есть к нас, каховим оштрафовали того, кто сделал быисур, и покупать эти пирот нельзя. Но, тем не менее, снова вопрос возвращается, когда мы говорим о том, можно ли или нельзя есть эти пирот, когда мне их принесли в подарок, или я попал в гости кому-то, у кого они огощают, и мне по какой-то причине, например, неудобно туда не пойти, или я пришел туда случайно отказаться все кушать и сказать, что у вас все не кошерно, это не всегда удобно, иногда, наоборот, очень хорошо и правильно, иногда это неудобно, поэтому в этой ситуации есть махлокис, и в этой ситуации есть мнение Рамбана, что это можно, мнение Рамбана, что это нельзя до Рабона, мнение Равида и Раша, что нельзя до Арайса. Насколько я понимаю, так в общем, общепринятое, что Шамур виноват в ситуации Шады Атхака, когда в трудный час человек оказался в ситуации, когда либо нечего есть, кроме этого, либо он не хочет обидеть по какой-то причине людей, я не всегда уверен, что эта ситуация так правильно, как я формулирую, потому что, может быть, и можно обидеть, может быть, и можно сказать, что вы знаете, этого не ем, может быть, это правильно сделать, но бывает ситуация, когда он оказался в таком месте, и в этой ситуации можно ли смог, по некоторым мнениям, на то, что их можно есть, по некоторым мнениям, даже в этом нельзя, но в любом случае нельзя пойти ни в кабак, то есть ресторан с гетером Мехира, где в Адай будет проблема, Шамур виноват, ни пойти к Атхиле и купить эти продукты, говоря о том, что, ну, потом я перестану, когда станут свихи, на пока я могу это сделать. Это будет нельзя по всем мнениям. Окей. Есть еще одна проблема, но она очень мало встречается, поэтому я на ней задерживаться не буду. Пирот, которые были посажены в год Шмидта, а выросли после года Шмидта. Пирот, иракот и так далее. Спирот, это очень мало в шаях, потому что еще 4 года Орла и так далее, это нереальная вещь. В основном, это касается овощей. С овощами, как правило, это тоже не актуально, потому что они свихи, только если они посажены, скажем, за 2 недели до конца Шмидты и выросли в Муце и Швиз, тогда возникает вопрос, что у них есть к душу Швиз, и они запрещены медин шамур виноват. Виноват. Вот тогда эта проблема может случиться. То есть, это будет не сейчас, а через год. В такой ситуации, поскольку это возможно, то до хануки, примерно до хануки, плоды, которые выращиваются людьми, которые не соблюдали законы Шмидты, их нельзя будет есть. Более подробно надо посмотреть в календаре, там есть 2 даты. Когда ров пирот таких кончается, и когда кончаются полностью эти плоды, можно лыгакель по первой дате, которая говорит, что когда большая часть плодов уже будут не такие, то можно на них не обращать внимания. те, кто хочет лыгахмер, понятно, что это лучше, те, которые хотят устрожить, но это не обязательно. Поэтому надо посмотреть в календарик, поскольку, несмотря на то, что она... То есть, мнение райвида, что эти пирот запрещены даже после Шмидта, Вахила, поскольку они посажены к Шмидту, а Рамбам говорит, что сразу после Шмидта они разрешены, но тоже не сразу, они медорайса разрешены, а медорабона они запрещены до хануки. Поэтому, несмотря на то, что по Равиду они будут всегда запрещены, по Рамбаму они будут до хануки примерно запрещены. Можно лыгакель по Рамбаму, но надо знать, что если кто-то махмелит и не ест эти плоды вообще, то в этом есть свои плюсы. Окей. У нас осталась одна-две темы, буквально, которые надо разобрать в Швейса. Думаю, что я все-таки сегодня не успею их все разобрать, но еще одну тему на сегодня мы успеваем обсудить. Тема, которая называется Трумут и Маасрод отделение Трумов и Маасера в седьмой год. Мы знаем, что кроме заповедей седьмого года, урожая седьмого года есть еще одна заповедь, заповедь, которая связана с отделением Трумута и Маасрод в Эрицис Ройль. Не только в седьмой год и не столько в седьмой год, поскольку во все остальные года человек, который что-то у него вырастает, он должен отделить десятину Труму, Маасер и Шон, Маасер Шени или Маасер Они, вторую десятину или десятину бедняка, первая десятина отдается Левитам, Трума Кагену, а Маасер Шени Маасер Они дается бедняку, а Маасер Шени съедается бы к душу Виршалаем. Сегодня он выкупается, монетка идет к душу, а он выкупает весь Маасер Шени и может есть самостоятельно в любом месте. Вопрос Швейс, существует ли Хиюв обязанность отделять десятину Швейс или такой обязанности нет? В чем проблема? Почему может быть нет такой обязанности? Потому что седьмой год это Гефкер. Весь урожай является Гефкером. Он не принадлежит мне, он принадлежит одинаково всем, он не принадлежит никому. Гефкер, у нас есть посуд, который говорит о том, что Гефкер по Трум и Маасер. От Гефкера не надо отделять десятину. Поскольку от Гефкера не надо отделять десятину, поэтому в седьмой год пирот, который является Гефкером, от них не надо отделять десятину. Но речь идет о десятине пирот седьмого года. Если же в седьмой год я ем пирот шестого года, то понятно, что от них надо отделять десятину. Поэтому фрукты, которые в седьмой год идут как урожай шестого года, от них должна быть отделена десятина, и десятина как Маасер они, как Маасер шестого года, а не как Маасер седьмого года. Теперь основной момент, связанный уже со швейсом и так далее. Пирот и ракот, которые выросли от урожая на еврейском поле, в которых есть к душе швейс, если хозяева объявили поле Гефкером, не поле, естественно, а плоды поля Гефкером, и сделали так, как положено по закону, то вода, что не нужно отделять Трумотами Асрод, потому что Гефкер потер Трумотами Асрод. Но, если еврей не объявил Пирот Гефкером, такое может случиться. Например, если он самех на Гетер Мехира, а другой человек не самех на Гетер Мехира, то тому, кто не опирается, не разрешает Гетер Мехира, Пирот Гетер Мехира не объявлен Гефкером. Почему он их не объявил хозяина? Потому что он считает, что это не Таким образом, для него это пирот, не объявленный гепкером, швистный, но не объявленный гепкером, он не может их есть, ещё одна причина, запрещающая их есть, без отделения трумот и масрот. Поэтому, таких пирот, ликотхила, как мы уже много раз говорили, нельзя ликнот, их нельзя, их запретили нам покупать, потому что мы говорим, что есть дин-шамур, решением запрещает их медин-шамур, то есть они охраняемые, а не являются ищи сегепкером. Но, если случилась ситуация, что пришлось это делать по тем или иным причинам, то тогда есть большой махлоки с поским, что делать с трумот и масрот этих пирот. Давайте мы вернёмся. Пирот, еврейский пирот, который еврей не объявил гепкером в седьмой год. Какой дин? Во-первых, у него есть дин-шамур, и есть поским, мы видели, махлоки с решением, которые говорят, можно их есть или нет. И не нужно, даже по мнению решениям, которые говорят, что их можно есть. Их всё равно нельзя есть, потому что от них не отделены трумот и масрот. То есть их можно есть после того, как я отделил трумот и масрот. То есть есть мнение, что их вообще нельзя есть. По тому мнению, мы видели, что Хазаныш очень так мистопек в этом, но по тому мнению, которое говорит, что есть их можно, или во всяком случае не надо мешать тем, кто их ест, как пишет Шулькан-Граотид, Но, тем не менее, когда мы разрешаем их кушать, то мы разрешаем только отделить Трумот и Масрод. В том виде, в котором они продаются в ресторане, в магазине и так далее, кушать их нельзя. Теперь вопрос, что говорят поским на тему Трумот и Масрод в этой ситуации. То, что я сказал, что их кушать нельзя, это не совсем верно. Это по одному из мнений. Мнение Шульхоноруха, Бэйд Йосефа. Он говорит, что они в Туриме там отделение Трумот и Масрод, потому что гефкируят опирот, в гефкир по Трумому Масред. Это лошан Шульхоноруха. А перот, которые не объявлены Гефкиром, по мнению Шульхоноруха, обязаны в отделении Трумот и Масрод, и по мнению Бэйд Йосефа, не отделив Трумот и Масрод, кушать их и з Но это Трейфа, как любая Невейла Медорабона. Человек, который постоянно по поводу Шмидта Трумата Масрод спорил с Бейт-Йосефом, этого человека звали Шут Гамабит, Шалатур Шуват Мабита. У него есть несколько тем, по которым он Шмидта спорил с Бейт-Йосефом. Современник Бейт-Йосефа, который оба они жили в Цвате. Я понимаю, что Мабит был чуть-чуть младше Бейт-Йосефа, он пережил, он умер после Бейт-Йосефа. И продолжил эти споры его сын Магарит. Это такие очень серьезные Талмиты и Хохоми. Мабит считает, что Гдушет Швиз это то, что потерит Пирот от Маасера, даже если хозяева не объявили Гефкером. То есть, если хозяева Шамру Пирот сделали все, как не надо делать, то, по мнению Мабита, сам факт того, что Пирот Гдушимба Гдушет Швиз, это делает то, что Аниптури ми Трумата Масрод. Это одна накуда. Есть еще одна накуда, еще одна точка, в которой Мабит и Бейт-Йосеф очень похоже разошлись. Фактически, это, я не знаю, это другая точка или это продолжение того же самого. Если человек не объявил Поля Швиза Гефкером, то Бейт-Йосеф говорит, что само по себе оно не стало Гефкером. Есть Митсва и Вала Афкир, но Тора не делает его Гефкером. То есть, здесь можно сказать такую вещь, где можно по-разному понять пасук в Торе. Либо, по мнению Мабита, Тора объявляют, Всевышний объявил его Гефкером. Если я, хозяин Поля, взял и не объявил его Гефкером, это не имеет никакого значения, поскольку это стало Гефкером благодаря тому, что Всевышний уже объявил, что весь урожай, все, что к Душушет Швиз, все Гефкер. Так понимает Хазаныш Мабита, и так, в общем, почти мифораж написан в шуте Мабита. Бейт-Йосеф же считает, что на мне, хозяина Поля, есть Митсва объявить свои пирот Гефкером. Не то, что Всевышний объявил их Гефкером, он не объявил. Он сказал, ты, Хаяф, это сделать. Ты не выполнил своего хива, они не стали Гефкером. Это мнение Бейт-Йосефа. И в зависимости от этого получается разная ситуация. Например, Шамур Винаават, который поро в поским является, пирот Гетер Махира, который является Шамур, и не, даже если там не делалась работа, есть такие кибуцы, которые следят за тем, чтобы работ до Арайса, не знаю, есть ли, но когда-то точно были во время Равкуха, чтобы работ, запрещенные из Тора, в Швиз не делали. Но в любом случае эти пирот будут шмурим, они будут охраняемы, они не станут Гефкером. По мнению Мабита, это не имеет значения. Что значит не имеет значения? Может быть, заштрафовали и запретили есть эти пирот. Но Масрот от них отделять не надо, потому что Тора Всевышний уже объявили их Гефкером, поэтому это не Шаях Турмот и Масрот. По мнению Бейт-Йосефа, их надо объявить Гефкером, и если он не объявляет их Гефкером, то это проблема. Внутри Бейт-Йосефа есть махлоки с охроним, как понять Бейт-Йосефа. Внутри мнение Бейт-Йосефа о том, что человек должен объявить их Гефкером. Если он не объявил их Гефкером, но не охраняет их Буфоль, то есть он не сказал «Гарей за Гефкер», вот это вот словосочетание, вот это Гефкер, но он не построил заборы, не запрещает людям туда заходить, то есть, которые говорят, что это Гефкеры по Бейт-Йосефу тоже, больше ничего не нужно. А есть, которые говорят, что Бейт-Йосеф должен словами объявить, даже есть мнение, что при трёх свидетелях должен объявить, что эти пирот Гефкер, иначе они не стали Гефкером, и от них Хаевим, Леофриш, Трумот и Масрот. Хазаныш в данном вопросе, очень многое сейчас Швиты, особенно в литовских общинах, принято по Хазанышу, поскольку в это время начался возрождаться Ишуф, и Хазаныш был тем пасэг Галаха, который отвечал на все вопросы первым, когда возрождалось поселение, новое религиозное поселение Израиля, то поэтому очень во многом в Шмите мы идём за Хазанышем. Так Хазаныш говорит, как мобит, то есть, что Масрот отделять не надо, Трумот и Масрот, от еврейского урожая, который вырос в Швиз, даже если еврей был обязан сказать, что это Гефкер, и не сказал, что это Гефкер, потому что достаточно того, что это сказал Всевышний Рахмона Гефкира. Тора объявила его Гефкером, Всевышний объявил его Гефкером. Поэтому не нужно отделять от них Трумот и Масрот. И даже по мнению Бейт Рюсефа я сказал, что есть два мнения, что он должен объявить, но что если он не объявил, но не построил заборы вокруг поля, то это тоже считается Эфкером. Поскольку кто-то написал, что поскольку сегодня мы, Бомоциют, большая часть полей не ограждены забором, и тогда можно прийти и срывать, и никто ничего не сделает, то поэтому даже бы да, Бейт Рюсеф, этого достаточно, чтобы освободить от Трумот и Масрот. Это более или менее понятная вещь. Теперь есть ещё одна вещь, на которой у меня уже остаётся очень мало, 10 минут, не знаю, успею я или нет. Попытаемся, тем не менее, уложиться в эту часть. Просто это очень большая такая тема. Существует ровно обратный вопрос. Урожай нееврейский, который вырос у нееврея на Эриц и Сроиль, нужно или не нужно от него отделять Трумот и Масрот? И это делится на две части. Во все года первая и в Швиз вторая. То есть, у нас есть нееврейское поле на территории Эриц и Сроиль, на нём выросло какое-то количество урожая, и он был собран неевреем, и теперь вопрос, есть ли там Хьюф, Трумот и Масрот. По всем мнениям, нееврей, который собрал урожай в Эриц и Сроиль и закончил сбор урожая, я повторяю, закончил сбор урожая, то там не нужно отделять Трумот и Масрот. Это драша, которая говорится из Торы, Дганха, Дигунха, там есть Махлокис, Как это, Ледрош, но в данном случае и то, и другое. И Даган, принадлежность, это нееврейское поле, и Дигун, сбор урожая, тоже сделал нееврей. Дигун – это окончание складирования урожая. Например, для урожая пшеницы это будет Меруох, когда я собираю амбар зерна и приглаживаю так, чтобы она занимала меньше места, и этим заканчиваю сбор урожая. В этот момент Халь-Хьюф, в этот момент начинается Хьюф-Трумот и Масрот. Если эта работа сделана неевреем, и поле тоже нееврейское, урожай нееврейский, то, по всем мнениям, не нужно отделять Трумот и Масрот, в этом спора нет. Теперь есть вопрос такой. Если работа закончена, нееврейское поле, нееврейское урожай, но евреи закончили этот сбор урожая и сделали Меруох, то есть закончили последнюю работу по сбору урожая. Причем неевреи, которые закончили, не имеется в виду, евреи по национальности должны работать лопатами, граблями и вилами, а имеется в виду, что Баалут, хозяина этого, будут евреи. То есть, если урожай нееврея продан еврею в том состоянии, когда еврей его снимает с поля и заканчивает сбор урожая, то в этом случае появляется агройсер-махлокис, большой махлокис, между, опять же, Мобитом и Бейс-Йосифом по поводу того, какой дин, есть хьюф-отделение Трумот и Масрот или нету отделения хьюфа Масрот. Сегодня, в той ситуации, в которой мы сегодня живем в Эрицес-Рой, в земле Израиля, эта ситуация почти не бывает. Очень трудно представить ситуацию, чтобы нееврейский урожай был собран евреями, и евреи закончили сбор этого урожая. Это почти не бывает. Но, тем не менее, для Галоха этот махлокис очень серьезный. Ну, это Галоха валь Лоломайс, то, что называется. Галоха валь... Секунду. Где это да бывает вначале? Где эта ситуация может сложиться? Эта ситуация может случиться, если нееврейское поле, на котором вырос виноград, большое количество винограда, было собрано неевреям, отправлено неевреям куда-нибудь, потом евреи его купили, чтобы изготавливать из него вино. В таком случае процесс окончания работы это не сбор винограда, а изготовление вина, расфасовывание по бочкам и бутылкам. И в этой ситуации фабрика по изготовлению вина принадлежит еврею, и в этом случае, бапаштус, евреи будут обязаны отделить трумотом и осрод от этого урожая, несмотря на то, что урожай принадлежит неевреям, из-за того, что дигунха, дигун был сделан евреем, и в этом случае это надо делать. Теперь, где это еще может случиться? Это очень редкая ситуация, но она как раз выплывает неожиданно в Шнацшвиз. По мнению тех, кто продали карку нееврею, и они считают, что эта карка принадлежит нееврею, соответственно, нееврей вырастил на ней урожай, и окончательный сбор урожая сделал еврей. Поэтому, по этой ситуации, если их продажа действительно, если это так, а поскольку мы опасаемся, Хазаныш опасается на то, что это действительно срабатывает, то в этом случае урожай Гетер Махира нуждается в отделении трумотом и осрод, Мидорабона, но нуждается в этом отделении, и без этого его есть нельзя. Здесь это выплывает, вот эта проблема, совершенно неожиданно, и без трумотом и осрода есть нельзя, поэтому пойти куда-то в гости и есть там, даже по тем мнениям, которые я вам привел и сказал, что можно разрешить, то даже в этой ситуации, когда можно разрешить, то надо учитывать, что разрешает, а я должен в гостях отделить все трумоты и осрод, что возможно, хотя, конечно, некоторый балаган здесь возникает безусловно. Перевести меня попросили Гетер Махира по-русски, я просто уже раз 20 перевел, переведу 21 раз. Гетер Махира – это разрешение, основанное на продаже земли не евреям. Есть еще одно место, которое такое своеобразное. Если урожай вырос за границей, то нет обязанности отделять трумотом и осрод. Но Рамбом пишет, что Мидрабонен, есть обязанность отделения трумотом и осрод урожая, который вырос за границей, если окончание работы произведено в Эрицес-Ройль евреям. Такая ситуация возможна, например, при привозении из-за границы, привезении из-за границы каких-то продуктов, из которых в Израиле делается вино, масло и так далее. Пример этого – это соевое масло, которое приводится соя из-за границы. Вся соя в Израиле не растет, она растет из-за границы. После того, как соя привезена сюда, здесь ее, я не знаю, каким образом ее выжимают и что с ней, делают, но из нее делают таинственное соевое масло. И, таким образом, это соевое масло, по мнению некоторых поски, необходимо от него отделять трумотом и осрод. На эту тему есть достаточно большой махлокис между тоже Хазанышем и Хиезером, мы не будем в него входить. Но Бадас не отделяет трумотом и осрод, Шарит отделяет трумотом и осрод от этих продуктов. И эта же проблема будет выплывать в Швиз. То есть, Берке Иосиф Хидо написал, что не надо, Минга Клифтор, но Хазаныш пишет, что по мобиту нужно это делать, отделять трумотом и осрод. Хазаныш на это очень хашеш. Окей. Понятно? Теперь, следующий вопрос, который здесь есть. Если мы отделяем, то за каким годом мы идем? Мы идем за годом. Какой масер отделять? Масер Шини, масер Они? Мы знаем, что два года отделяется масер Они, это четвертый, шестой, а остальные года отделяется масер Шини. Какой масер отделяется в Шнацшвиту? Он соответствует тому, когда, выросла или нет. Поскольку решить этот вопрос очень трудно, то обычно отделяется и тот, и другой масер, если делается от соевого масла в Швиз. Но масер Шини не отдается Леве, поскольку это не очевидно, что это надо, его нужно отделить, потом можно есть самому. Масер Они не отдается бедняку, надо его отделить, но тоже можно съедать самому. Масер Шини выкупается за 10-15 огород, и потом можно есть его самому. И тот же вопрос относится, отделяется без брохи Масер, от урожая, который находится в Софикных местах. И существует Софек, сомнения по поводу части Синайской пустыни, я не знаю даже, Аравадрами, то есть юга Элис и Сроэль, где-то между Бейершевом и Элатом, с какого места начинается заграница. Поэтому урожай, который оттуда привозится, поскольку есть Софек, оттуда надо отделять десятину, струмот и масрот, но отделять без брохи. Окей, я думаю, что с этим я закончил, и у меня осталась ещё одна вещь, что несмотря на то, что это год Швиз, это седьмой год, тем не менее, в седьмой год нет запрета на то, чтобы отделять, есть запрет, так же, как в остальные годы, есть от урожая Орла и Рвиз. Орла и Рвиз – это то, что первые три года яблоки, груши, все деревья нельзя кушать. Рвиз – это четвёртый год. В Геморе указано, что поскольку каждый год никто не может залезть ко мне на поле, то поэтому я не должен ничего делать и бояться, что кто-то будет есть Орл с моего поля. Но в Швиз, когда моё поле Гефкер, любой человек может туда зайти, то есть обязанность у хозяина поля, который объявляет поле Гефкер, пометить деревья Орла и Рвиза первых трёх и четвёртого года, так, чтобы люди знали, что их нельзя есть, несмотря на Швиз, несмотря на то, что это Гефкер. И те, кто хорошо соблюдает Митцвод и Емкерит свои поля, так и делают. Окей, нам осталось таких две темы, три темы на самом деле. Нет, не знаю, нам осталось больше, чем три. Нам осталось ещё четыре темы. Думаю, что ещё два урока по Швизу будет. Думал один сделать, но думаю, что два урока по Швизу будет. Извините, что я на минуту задержал. Всего доброго, до новых встреч в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова